Собрался ехать домой, блин, начал билеты покупать, все, и, короче, уперся, хрен знает куда. Спасибо большое, до свидания. Все ребятушки с гостиницы меня выселили, оплаченное время закончилось. Вчера списался с белорусом, который на лето приезжает сюда, в этот самый Севастополь. Здесь у него, как я понял, какие-то торговые точки, продают сувениры. Договорились сегодня встретиться, посмотрим, что они там есть, расспросим, как здесь жизнь, как житуха. Спасибо. Подарок из Беларуси. Ой, блин. Там двигается сиденье, максимально видно, как тебе нравится. Меня за год реально достали вопросом, что ты думаешь про Крым, что ты думаешь о Крыме и так далее. Я думаю, надо ехать своими глазами посмотреть. Плюс, как бы вы давно вариант такой напрашивался, хотели временно картинку сменить. Потому что, ну, сам понимаешь, когда в маленькой стране живешь, особенно когда всю жизнь путешествуешь, она немножко поднапрягает, начинает вот однообразие картинку. И вот поехал посмотреть. И пока до сюда доехал, сейчас, наверное, сил нет. Не рассчитывал просто вообще никаких. Тут сумку молочить за собой. Чуть бы спланировал, да, знаешь. А тут как спланируешь? Рассчитываешь на одно, приезжаешь, хоп, там. Просто видишь, самая большая ошибка была. Ты думал, что жилье будет дешевле? Ну, тут вообще просто космические деньги стоят вечно. С этими наглыми вообще ребятами. По жилью тут я даже не знаю, особо не думал, наверное, что будет дешевле. Скорее я по тратам таким вот продукты, знаешь, вода, попить, там вот такие вещи. Вот здесь, да, тут я думал, что будет реально дешевле. Больше всего слышал, что вот, приедешь, здесь такие фрукты дешевые, все круто. В Феодосии купил там веточку винограда, одну грушу. У меня что-то не поплохело от этих цен. Одну грушку мне взвесило 60 рублей. Я не знаю, я не знаю, я не знаю. Здравствуйте. Ознакомьтесь. Юля. Сергей. Очень приятно. Юля, подпреди-ка нам, пожалуйста, в какой тебе размер? Я похудел, не знаю, если я был 58. Ты же продолжаешь худеть? Да. Ну вот. На вырос тоже. Это самый большой, да, получается? Да. Что у вас еще интересное есть, покажите? Да, у нас все есть. Все, что ты видел, у нас тоже есть, потому что цена гораздо ниже. Да? Да. А сколько у вас чай? Есть чай такой? Я вчера купил, что у меня чай. В таких наборах. Ага. Ага. Я купил за 350, 3, 4 пакетики вообще. Как раз. Вот эти значки делают мастера из Санкт-Петербурга. Сталин. Я тут не знаю никого. Толстой. Это девочка или мальчик? Девочка. Ну она пацанка такая. Приедешь поменяешь, короче. А потом. Все. Спасибо огромное. Всем передам. Ксюхе, жене подарочки. Всем привет. Да. Ссылочку в описании я укажу. У вас есть группа какая-нибудь? Да, у нас есть сайт и группа. О, круто. А вы, кстати, доставку осуществляете? Доставку по всей России и Белоруссии без проблем. Да? Да. Семен Семенович. Ну-ка. Да. Спасибо тебе огромное. Пожалуйста. Приезжайте к нам еще. Вот. Ну ты в Мозыре будешь? Я буду в Мозыре. Приезжай в Мозыре. Отпиши. У меня как раз на Мозыре не отснят на проект 112. Так что я с удовольствием съезжу. Может покажешь город. И снимем, покажем. Приезжайте в Мозырь и в Севастополь. Всегда и везде будем рады. Российскому флоту быть 1696 год. В том доме сдается квартира с окнами в пол. Двухкомнатная, 70 тысяч в месяц с видом на море. Сейчас, значит, задача следующая. Нужно добраться до автовокзала, сдать билет, купить другой билет на Симферополь и найти авиабилеты для того, чтобы сегодня улететь в Москву. Сегодня у меня день встреч. Позвонил еще один человек. Борис с ним встречался, когда тоже ездил по Крыму. Позвонил и сейчас едет в Севастополь. Сейчас мы с ним тоже встретимся, покатаемся. Сейчас быстро только билеты поменяю. И можно ехать. Вы говорите, ничего не делают. Новая остановочка в море. Красивая. Так, друзья, это у нас Сапун гора. Здесь периодически проводят реконструкции. Память жива, все сохранено. Ну, а вообще Севастополь в этом плане, он реально отличается от всех остальных городов Крыма, в которых я был. Севастополь это такой... Это практически Беларусь. Только с морем. Вчера в парке я гулял, в центральном. Вот тоже плиточка, чистота, порядок. И вот сейчас приехали вот на Сапун гору. Там еще памятники у нас. Сейчас пройдем корабли, всякие пушки стоят. Ну, короче, все как в Беларуси. Там у нас тоже куча, куча, куча подобных вещей. Практически в каждом городе стоит техника. В общем, помнят. Это самое главное. А вон там внизу, началось строительство теплоэнерго... Электро, да? Теплоэлектростанция. Энергостанция. Теплоэнергостанция. Темена хорошо видно или плохо. Больше приблизить не могу. Вот, вот. Стройка. Огромный комплекс. Так что не надо зачесывать, что Россия тут ничего не делает. Делает и причем семимильными шагами. С электричеством вопрос решен, с водой вопрос решен. Все продолжает строиться, работать. Так что еще лет пять, и я думаю, что Крым станет одним из таких передовых курортов. Может быть даже мировых. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну вот, золотая палка. Это получается, при Украине она была, а ее экспорта не было в Россию вообще. А сейчас получается, она большой стал. И, видимо, поэтому они решили там отстроить свой такой комплекс дегустационный, типа экскурсия, все это вместе. Вот. И сейчас мы туда заедем и посмотрим, как это все Россия сделала. Вот золотая палка. Шампанское и вино делают. Это в Массандру ходят они или нет? Отдельно, да, что ли? Прикольно. 1889 год. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Еще хочу отметить, что еще два года назад это предприятие было в упадке. Практически в полном упадке, практически на троте в жизни. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот это вот только построили, да? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, за год сделают. Нет, оплака, да, вот так вот отражаются. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А завод там за этим зданием, да? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И вон еще что-то строится. Это к вопросу о том, что Россия пришла, ничего тут не делают. Все, сдуйтесь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры подогнал «Симон»